Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что психологи не дают и не имеют права давать своих советов. За советами вам стоит обратиться к своим родственникам, друзьям, может быть, к каким-нибудь людям, которым вы доверяете, ну или можете доверять, соответственно. Психолог может проанализировать вашу ситуацию, выделить проблемы и постараться эти проблемы вместе с вами решить. И тогда, решив эти проблемы, вы сможете поступить так, как вам этого хочется, как это наиболее актуально для вас. Проблем у вас несколько. Первое, это посвященность заметного проживания, то есть всего лишь полгода вы были, ну, полгода вы встречались всего лишь, и через полгода уже стали жить в мире. Значит, почему так произошло? То есть что-то заставило вас так, значит, себя вести. Что-то заставило вас вступить в отношения, в совместное проживание с мужчиной спустя всего лишь полгода. Ну, это далеко не самый лучший расклад. С мотивами этого нужно разбираться. Далее. Год вы, получается, жили в гражданском браке. Это, в принципе, нормально. Но вы говорите, что сначала все было прекрасно, был у мужа неплохой заработок, мы ездили отдыхать, и так далее. То есть вкладывается ощущение, что ваш уровень благосостояния измеряется не духовной близостью, не взаимопониманием, а скорее благосостояния мужчины, его обеспеченности материальной. Так, по крайней мере, вытекает из вашего сообщения. Значит, договорились тогда, что как только подрастут его дети от первого брака, мы заведем своих. Ну, вообще, не очень понятно, где связь, почему дети от первого брака должны подрасти, чтобы вызовели своих. Это первое. Второе. Если у мужчины есть брак за плечами, он, соответственно, почему-то распался. И в тот момент знаете ли вы, почему он распался? из-за чего мужчина расстался со своей женщиной, первой, женой? Какие у них проблемы были? Решили ли эти проблемы они? Решил ли эти проблемы мужчина по своей стороне? Потому что развод это довольно периодное событие в жизни любой пары. И у него есть причина. И часто в основе развода лежит, ну я бы сказал, я бы сказал так, в основе развода лежат некие негативные триггеры поведенческие. Негативные триггеры, некие проблемы именно каждого из людей. И если эти проблемы не разобрать, то с вами история может повториться. Если вы хотя бы не будете знать, что это за проблемы такие, что они из себя представляют. Далее вы пишете, через полтора года, после знакомства, ситуация с работой начала меняться в кучу из сторон. Это у мужчин, как я понял, почему, из-за чего меняться в кучу из сторон. Какие причины для этого? Зачем мы не могли позволить себе съездить отдохнуть? Ну и что? Это так критично для вас. В следующем году ему пришлось продать машину. Сейчас мы ходим пешком, и денег у него едва ли хватает на еду. Ну, как бы, кризисы бывают у всех, и это важно для вас, материальное состояние мужчины. Я оплачиваю коммунальные услуги. Так, ну, квартира же вроде ваша. Полностью сама себя обеспечиваю и периодически также покупаю продукты. Честно говоря, я от этого устал. То есть вам не нравится то, что вы полностью сами себя обеспечиваете, оплачиваете коммунальные услуги и периодически покупаете продукты. Вы считаете, что женщина этого делать не должна? Хорошо. Говорили ли вы мужчине о том, что это так? Что вот, по вашему мнению, женщина должна не обеспечиваться. И не оплачивать коммунальные услуги, и не покупать продукты. То есть в курсе ли мужчина этого? В курсе ли у мужчины того, что для вас имеет такое значение материальный аспект? Может быть, он не знает и верит, что вы будете его поддерживать, и верит, что то, что вы делаете, это вы делаете для него, потому что любите его и так далее. Три года я терпел, и ждала, и верила, что у него все наладится. Вот тоже интересный момент. А почему вы на него перекладываете ответственность за себя? То есть вы терпите, ждете и верите, чтобы что? Почему ваше благосостояние зависит от дел другого человека? У него могут быть проблемы. Действительно. У него могут быть трудности. Действительно. И если вы хотите жить хорошо, то терпеть не нужно. Это просто брать и саму и делать что-то для того, чтобы жить хорошо. Если вам это не нравится, если для вас это важно, либо вы ищете другого мужчину, либо вы ищете другого партнера, либо, ну, больше например, работаете, да, и зарабатываете деньги для того, чтобы жить хорошо. В этом году мне испугнуло 30 лет, и я с ужасом понимаю, что у меня нет ничего, мое замучество проявляется только в том же, что я ношу кольцо и все. Нет, замучество проявляется в том, что вы с мужчиной, и что вы этого мужчину любите, и что вы хотите сделать его счастливым, и что вы поддерживаете его, и что вы помогаете ему, и так далее. Далее. Существом понимают, что у меня нет ничего. Отчего бы вам хотелось? А что такое для вас замучество, если вы говорите, если вы говорите, значит, мое замучество проявляется только в том, что я ношу кольцо. Или вы думаете, что замучество – это поездка на отдых совместную? Я хочу в семью. У вас она уже есть. Просто над ней, над семьей нужно работать. Над отношениями нужно работать. У меня складывается такое чувство, что ваше благосостояние в семье зависит только от того, что делает мужчина. зависит только от того, насколько у мужчины хорошо идут дела. Я не говорю, что это обязательно так, но мне показалось. Мне показалась связь. Я хочу семью. Зачем? Понимаете, у вас некий образ семьи, образ, сформированный вашими желаниями, вашими потребностями в чем-либо. И вы проецируете этот образ семьи на вашего молодого человека, на вашего мужа. А у него другое представление о семье. Знаете ли вы его представление о семье? Принимаете ли вы его представление о семье? Вот в чем вопрос. А чем продиктован ваш образ семьи? Какими желаниями? Вы говорите, я хочу детей. Зачем? Зачем вы хотите детей? Сейчас, когда все нестабильно. для чего вам дети? Подумайте. Какую, какую роль должны дети сыграть в вашей жизни? Ведь в норме дети появляются, когда люди любят друг друга. Когда люди добились для себя всего, чего хотели. когда люди действительно этого готовы искать родителей. Они не хотят детей, они просто всего готовы, что могли бы. А вы ими находите детей. Значит, вы как-то реализуете, стремитесь реализоваться через них. разве дети этого достойны? Того, чтобы родители через них реализовались? Если вы хотите детей, значит, так же, как и в случае с семьей, вы будете стараться, стремиться, чтобы они развивались, росли, воспитывались по вашему виду. Это значит, что дети будут не свободны. Это значит, что в дети вы вкладываете ожидания, которые они должны оправдать. Точно так же, как ожидания вы вкладывали в семью и своего мужа. И от неоправданных ожиданий у вас как раз-таки обиды, боль и так далее. Далее. Хочу с вами проводить время со своей семьей. Что для вас семья? Если семья у вас уже есть. Хочу иметь с мужем общие цели и интересы. Для чего? Понимаете, вот это вот ваше хочу, да, без конкретики, без каких-то действий. Это просто хочу. Вы знаете, иметь какое-то желание. Оно ваше, не более того. Но вы если хотите иметь с мужем в это общество, то ввести, что ему интересно, вливайтесь в его деятельность, помогайте ему, предлагайте свою помощь и так далее. Откуда у вас такая установка, что 30 лет стукнуло и все? У вас что-то должно быть откуда? почему вы так считаете? Кто вам дал эту установку? Кто вам ее сформулировал? Что именно 30 лет что-то должно быть? Может не быть и в 40 лет в зависимости от жизни человека. Возрасту это непривятно никак. Сейчас этого ничего нет, он все время преподает на работе, которая собственно не приносит денег, но он пытается работать, как я понял. Кстати, вопрос, а хочет ли он сам что-то поменять? Понимает ли он в чем проблема? И так далее. Которая собственно не приносит денег. Ну и что? Главное что вместо разве нет? еще ходит на тренировки после работы, то есть я его вижу только в 8 утра, только в 8 утра и в 11 вечера. А вы считаете, что он не донен ходить на тренировки? В последнее время он начал работать 7 дней в неделю, объясняет это тем, что сейчас у него появилась небольшая работа, а так как он распустил работников, приходится в субмагню работать и он самому ну это нормально. В принципе я в это верю, думаю, что у него не думаю, что у него кто-то появился, так как действительно у нас один без вас еще и ревность получается. Я председал того, что ожидание вы как бы свои проектируете на других людей, на семью, так вы еще и ревнуете, вы не уверены в себе и боитесь остаться одна. Если вы боитесь остаться одна, то речь идет о том, что вы себя сами не принимаете. Речь идет о том, что вы что-то в себе не принимаете, от этого бешите и пытаетесь раствориться в семье, в другом человеке, в общих интересах и так далее. А у вас какие интересы, у вас какие цели, кроме детей и семьи и отдыха, какие у вас цели, которые мог бы разделить с вами другой человек. Вы сперва свои цели сформулируете, а покажите другому, что они вам важны и тогда уже другой выберет. Захочет ли он ваши цели сделать своими или нет. А какие цели у мужчины, например, для себя определить их, хотите ли вы сделать их общими или нет. Вот ваших целей я пока не увидел. Далее. Мне очень тяжело, я от этого всего устал. Устал ждать улучшений, мне уже 30, сколько еще ждать. Ну, вы правы в том, что ждать улучшений не стоит. Вы правы. В том, что именно ждать не стоит. Если вы хотите улучшений, вы просто берете и стараетесь сделать, чтобы они были сами, если они вам нужны. А то, чтобы постоянно перекладывать ответственность на другого человека, отсюда и фрустрация. Отсюда и фрустрация. Я хочу ребенка, но мы эту мысль пугают. Естественно, для меня тоже, если я прекращу работать, просто не на что будет жить, не то, что содержит ребенок. То есть вы отталкиваетесь в вопросах обеспечения от того, что уходите ребенка. Ребенок вам зачем? Для чего? Сейчас стали посвящать мысли о разводе, то есть только потому, что муж вас не удовлетворяет, не дает вам того, что вам нужно. И только из-за того, что у него проблемы, и только из-за того, что вы считаете, что он должен вас обеспечить, вы с ним разводят. Он вам не изменяет, он вас не оскорбляет, не обижает, не унижает, и вы все равно хотите развод. А любили ли вы его когда-нибудь? И любите ли вы его? Вот вы говорите, что вам его жалко, но это потребность превосходства. Нельзя жалеть того, кого любишь. И неважно, что у него там произошло. Неважно. Неважно. Вам его жалко, значит, вы испытываете потребность в том, чтобы чувствовать над ним свое превосходство. Вопрос, для чего? Вопрос, можно ли уважать мужчину, которому вам жаль, вопрос, если вы позволили ему жить в своей квартире, вы это приняли, или вы сделали это из жалости? Не надо щелеть мужчину. Это, ну, скажем так, провоцирует регрессию. то, что он сделал, это его выбор. Это я про то, что он оставил квартиру жене, там, и так далее. Это его выбор. Понимаете? вообще он стал пассивный, неразговор, с чем ей дома делать тоже ничего не хочет, но может быть устает. То есть это как бы кризис. Да и потом разве женщина не хранительница, точка, ну, что вы в идеале говорите, что я не хочу работать, не хочу себя обеспечивать, не хочу заниматься как бы домом и детьми. Поэтому вы требуете от мужики, бы он занимался тоже домом. Нет, то есть чисто мужики какие-то вещи он может сделать, безусловно, там, где, ну, я не знаю, величайшая сила, но в остальном, я полагаю, если вы хотите заниматься домом, то в остальном все в целом в пределах нормы, разве нет? Далее. Другое дело, что может быть вам обидно вы считаете, что он ничего не делает, но здесь, опять же, я имею, я думаю, что имеет смысл вам хотя бы один раз сходить с ним на работу, чтобы он показал вам, чем он занимается. И необходимо прочувствовать, для чего он входит на тренировку. У меня такое ощущение, что вы недооцениваете то, что он делает. То есть, вы судите исключительно по результату, но вы не оцените сам факт того, что мужчина трудится и что-то делает. Они разговорчивости пассивны, связаны с тем, что мужчине тяжело, но него давят обязательства перед вами, ибо он не может не чувствовать, что вы ждете от него большего материального обеспечения, чем то, что он может дать. Вполне возможности, что это его подавляет. Так, значит, утнется в планшет и сидит не стремится он со мной проводить время. Но это связано с тем, опять же, тем, что я сказал. Вы на него скучно давите, он не может проводить время, потому что скорее всего чувствуется укор ваш и так далее. А вы стремитесь проводить время? Получается, он живет своей жизнью и я своей. Иногда мне просто хочется выйти. Отчего? Отчего выйти? Хочется взять и выдумать о себе в этот момент, но с вами ничего плохого не происходит. По факту. Если то. А у мужчины кризис, у мужчины проблемы. Мужчины тебя думают. Так отчего вам-то хочется уйти? От того, что вы пытаетесь переложить ответственность на человека и это не приносит свои результаты. Или оттого вы пытаетесь реализовать свои желания через семью и детей и у вас все тоже не получается. Мужчина делает то, что может. Мужчина дает вам то, что у него есть. Вы либо это принимаете, либо нет. И все. не известно, сколько у него продлится этот кризис. Может быть год, может быть два. Но еще раз повторю, вы либо любите человека и принимаете его со всеми его проблемами, вспомните свою брачную клятву. В любви и радости, в беде, как бы и так дальше. Вот. Сейчас это то самое. Вы либо любите его и принимаете, либо нет. Но если нет, то вы сами берете на себя ответственность за все, что происходит в своей жизни. Нельзя постоянно ожидать, что кто-то решит все проблемы за вас. И кто-то удовлетворит ваши желания за вас. Вы сейчас находите состояние жертвы, потому что не готовы брать ответственность на себя. И по отношению к мужчине вы ведете себя в моем представлении как родитель в перемежку с реберком. То есть возможно вы требуете, возможно указываете ему, но иногда их капризничаете, как-то выражаете свои желания. Резвестиции быть может у меня будет шанс завести семью. А семья-то вам зачем? Откуда такое рвение завести семью? Зачем она вам? Вы с людьми живете, а не с семьей. И семью создают люди. Если вы не можете построить отношения гармоничные с человеком, то и семьи не будет. Если вы на людей накладываете ожидания ваши, то всегда есть риск такого поведения. Потому это в отношениях люди не накладывают ожиданий на других. Они делают сами то, что они хотят, исходя из того, что они могут, исходя из того, что они приемлемо. Понимаете? А вы и выбора не делаете. То есть вы вышли из того положения, которое вам считается, которое вы считаете приемлемым. Вы стали себя обеспечивать. И вы это терпите. А зачем? Вы либо понимаете все и делаете это без всякой задней мысли, не ожидая, что наладится, просто находясь с любимым мужчиной, либо нет. Зачем это лицемерие? Зачем это подавление себе? Ради чего вы себя подавляете? Ради чего вы себе наступаете на горло? Или ждать, что ситуация изменится, но где гарантия, что он не разлюбил? А вы не увидели, что вы его любите? И потом, какие гарантии вы ходите в отношениях, где имеют место быть человеческий фактор? У меня есть ощущение, что вы испытываете страх перед неопределенностью, насами, для того, чтобы неопределенности было меньше, ничего не делается. Вдруг, когда у него все наладится, он просто от меня уйдет. А почему, с чего он должен уходить? Откуда такая неуверенность в себе? Чего вы боитесь? В чем страх? Откуда он взялся этот страх? когда я пытаюсь поговорить на эту тему, брат умолчит и все. Ну, потому что ему тяжело, ему и так сложно. А вы еще пытаетесь с ним о чем-то поговорить. Рекомендация моя будет такой. Обдумайте, как следует, все моменты, которые я озвучил. И постарайтесь понять, что мешает вам сделать выбор. Для чего семья? Для чего ребенок? Как вы относитесь к мужчине? Любите ли вы его? Или нет? откуда у вас поведение ожидания? То есть вы ждете, что все наладится? Есть ли у мужчины мотив все менять? Понимает ли он из-за чего у него такие проблемы? получает ли он удовлетворение от своей работы? Разделяете ли вы его мнение? Разделяете ли вы его ценности относительно того, что он делает? Если хотите проводить с ним больше времени, можете вместе ходить с ним на тренировку. Например, по вечерам. Ну, так же, как он после работы. Не каждый день может быть, но иногда. То есть если вы хотите быть с ним ближе, то нужно именно человека стараться понятки раскрыть. А у вас ваши желания, они не связаны с человеком, они связаны с вами. То есть вы чего-то хотите, а человек выбран вами как объект для удовлетворения желаний. Это вот, к сожалению, не совсем правильная позиция, потому что партнер, человек, он удовлетворяет потребности так, как он может, так, как он умеет, а не так, как хотите вы. Понимаете? Вот на этом, думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...